Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Сейчас время региональных новостей. В эфире Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Краевая программа в деле. Подведена инфраструктурой еще к 121 участку под застройку для анапских многодетных семей. Уйти не удалось. Анапские полицейские задержали дерзких воров, совершивших за неделю более 10 краж. Спорт, творчество и космос. В рамках 18-х президентских состязаний школьники со всей страны пообщались с известным российским космонавтом. В городе-курорте продолжают строить инженерную инфраструктуру к участкам для многодетных. Эту работу муниципалитет ведет начиная с 2013 года. Выделили бюджетные деньги на проектирование, подали заявку в краевую администрацию и получили часть средств на реализацию социально значимых проектов. Сначала дороги, подстанции, водопроводы появились в новом жилом районе Гастагаевской. Теперь вот сданы инженерные объекты в Уташе. К 121 участку проложены все коммуникации. Следующий на очереди – жилорайон для многодетных семей в Цибанобалке. Улицы Новая и Молодежная, а также одноименные переулки. Здесь 121 участок. Их выделили многодетным семьям. Подведение коммуникаций завершили в августе этого года. Проложили более двух километров дорог, примерно такой же объем длины магистральный водопровод, а также электричество. Полностью обеспеченные коммуникациями кварталы частного сектора. Администрации города Курот-Анапа в рамках реализации краевой программы в 2013 году выполнена проектно-сметная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2015 году в рамках этой же краевой программы получены субсидии из краевого бюджета. И на условиях софинансирования выполнено строительство коммуникаций. Здесь имеются и насосные станции, две трансформаторные подстанции, дороги, тротуары. Подведение коммуникаций оплачивают на условиях софинансирования из городского и краевого бюджетов. На некоторых участках уже стоят времянки. Владельцы начинают осваивать территорию. После того, как семья построит дом, они смогут оформить в собственность и землю под ним. Юрий Сергеев следит за появлением контуров будущего фундамента. Он – гражданский служащий воинской части. Его жена – продавец. У Сергеевых трое детей. Сейчас они живут в Анапе. Владеют жильем площадью около 40 квадратных метров, чего явно недостаточно. Здесь планируют построить дом в три раза просторнее. По словам главы семьи, каких-либо проблем с оформлением земли не возникло. Устраивает и сам участок. Отлично. Место хорошее, спокойное. Транспорт ходит, машина есть. Добраться везде. До Джигинки два километра отсюда по прямой. Школа тут есть. У меня ребенок в школу ходит. Первый класс пошел. Площадка в хуторе «Уташ». Вторая по счету из полностью завершенных. Первая на 32 домовладения уже есть в Гастагаевской. Там же спроектировали подвод коммуникаций еще к 119 участкам. Также есть документация на 145 участков Суворово-Черкески. Готовится проект на обеспечение водой и светом 320 будущих домовладений в Цибанабалке. И в продолжение темы. Теперь многодетные семьи могут потратить краевой материнский капитал не только на улучшение жилищных условий и обучение детей, но также и на газификацию жилья. Об этом информирует Управление социальной защиты населения Анапы. Соответствующие изменения уже внесены в постановление главы администрации края. Сумма капитала ежегодно индексируется и в настоящее время составляет 110 775 рублей. Напомню, что воспользоваться средствами материнского капитала можно только по достижению ребенком трехлетнего возраста. По всем вопросам, связанным с реализацией материнского капитала, следует обращаться в Управление соцзащиты населения. И к другим темам. Недобрая слава держателей и наемных управленцев центрального рынка Анапы дошла до страниц центральной прессы. Пока журналисты печатных изданий выясняют, при каких обстоятельствах в 2011 году из муниципальной собственности в частные руки ушел весомый пакет акций этого ООО, сегодня, по мнению возмущенной общественности Анапы, принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Как в стране кривых зеркал. Выигрыш оказывается тот, кто сам нарушает закон. Только живем мы в правовом государстве, и общественники уверены, что необходимо добиваться справедливого решения вышестоящей инстанции. Осудили за то, что пытался пресечь незаконную предпринимательскую деятельность. В городском суде очередное торжество. Вот только справедливости ли? Бывший руководитель управления муниципального контроля лишен права занимать определенные должности в органах местного самоуправления. За то, что освободил тротуар от стихийной торговли в ответ на многочисленные жалобы жителей улицы Краснозеленых. Без нашего ведома, даже без нашего желания устроили вот это безобразие. Ведь, я говорю, посмотришь, проходит соревнование дворов по благоустройству, а у нас ведь там даже трава не растет. Все буквально вытоптано. Углы дома превратили в туалеты. Они же вот тут как приходят. А самое главное, безобразие всегда бывает после торговли. Вот оставляют. Тут еще вот эти бабки, что торговали всегда с земли. Все ящики со свалки, все у нас под деревьями. И вот этот беспорядок, вы знаете, действовал на нервы. Ведь хочется тоже же лучшего. Потерпевшими признаны 13 человек. Так называемая инициативная группа. Кем инициированы, понятно. Муниципальный тротуар в аренду сдавал директор центрального рынка. Как Остап Бендер продавал билеты на вход в Пятигорский провал. Кто еще? Директор. Они сами просто так не пришли, не стояли. Директор. И месяц вперед деньги получили они. Директор? Директор. В суд оператора с видеокамерой не пустили. Процесс открытый, но судья против. Даже обидно. В суде было интересно. Прокуратура поддерживала обвинение, изначально основанное на нарушении закона. Ситуация, лишенная всякой логики. Непонятная вообще позиция прокуратуры. Как они вообще могут поддерживать такое обвинение. Я спрашивал у прокурора, вы ОКО государь? Они вообще кто? Зачем вы здесь сидите? Еще один вопрос от общественности Анапы, который в наших репортажах уже звучал. Почему надзорный орган не дает юридическую оценку действиям руководства рынка? Объектом внимания прокуратуры стала попытка навести порядок. Позиция обвинительная. Такую позицию согласовали с руководством. Представитель прокуратуры немногословен. Но этого, видимо, достаточно, чтобы те, кто уходит от налогов, не скромничали. Методы и манеры директора социально эффективного предприятия на любительском видео очень хорошо видны. На краснозеленых вновь стихийный рынок. За это боролись обвинители в суде. Практически все вернулось на круги своя. Бабушки с товаром на земле и возмущенные анапчане. Ну это безобразие просто. Они же торгуют с грязи. Они же торгуют по ценам совершенно такие же, как и на рынке. Они не дешевле. Я думаю, что они даже покупают какие-то вещи там, а потом перепродают. Потому что бабушки, которые действительно что-то приносят, у них немножко всего. Но откуда, например, участника сейчас анапчанина, там сотни яиц. Откуда? Откуда творога много килограммов? Это надо ферму держать. То есть какие-то вещи вызывают сомнения. А потом, ну они же сами бегают. От машины в машине прячутся по этим машинам, на которых приезжают. А что прятаться-то? Купи и торгуй как надо. Не ставить там не счастье. Места на рынке есть. Да не про нашу честь, тут же отзываются пенсионерки. Говорят, врут, что социальные ряды на центральном рынке предоставляют бесплатно. День торговли стоит от 100 до 200 рублей с человека. Там в рынке все центральные места заняты тряпками, шмутками. А нам ставят самый угол. 130 за место возьмут, и мы на 5 рублей даже не наторговываем. Мы просили, да, дайте нам 100, где стоять, перекусывать. Они сказали, они сказали, что мы поднимаем. Адвокат Артура Вартываняна показывает нам документы, где не бьются даты и цифры, где сумма ущерба изменялась от допроса к допросу, а экспертиза была сделана по интернету. И полгода спустя рассматриваем их в суде событий. Многие граждане получали выписки и справки из органов, которые не имеют права их выдавать. И также уходили от налогов, занимались незаконной предпринимательской деятельностью, не получая статуса предпринимателя и не уплачивая налогов. То есть эти их действия фактически образуют состав преступления, предусмотренные статьей 327, частью 3 Уголовного указа Российской Федерации. Впрочем, у каждого своя работа. У одних блюсти интересы своих подзащитных, у других надзирать за исполнением законов, у журналистов задавать вопросы. Надеемся получить ответы на свои. В Анапе сотрудники полиции задержали двух ранее судимых жителей Ростовской области, которые под покровом ночи проникали в дома через открытые окна и двери и выносили ценные вещи. Автомобиль со злоумышленниками остановили в ходе профилактического мероприятия. В нем обнаружили ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты. Двое пассажиров не смогли внятно пояснить, откуда столько техники. В ходе следственных действий полицейские выяснили, что за неделю жители Ростовской области совершили более 10 краж в Суко, Витязево, Станице-Благовещенское, а также в соседних районах. Ущерб от преступной деятельности составил более 300 тысяч рублей. Целью злоумышленников были мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, ювелирные изделия, наручные часы, а также денежные средства. В большинстве случаев жертвами стали отдыхающие, которым злоумышленники попадали через открытые окна и двери, в основном в ночное время суток. По данным фактам, сотрудниками следствия отдела МВД России по городу-курорту Анапе возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый арестован и содержится в ВВС отдела. Климатологи из МГУ и институтов РАН раскрыли причины развития частых наводнений в Краснодарском крае и выделили самые безопасные и опасные районы Юга России. Так наиболее опасными признаны Сочинские, Геленджикские, Туапсинские и Новороссийские районы. А вот в Анапе, по мнению ученых, практически нет риска разрушительных наводнений. Также ученые определили основные причины подтоплений. Это сложный рельеф края, особое положение местности, большое число рек и частые экстремальные погодные явления. Данные исследования могут оказать серьезную помощь местным властям в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также повысить эффективность прогнозов критических метеоусловий. А пока на Кубани введен режим повышенной готовности к борьбе с другим природным катаклизмом. Аномальная жара, из-за которой на территории Краснодарского края продолжает сохраняться пожароопасность 4-5 класса. И о том, какие меры сегодня приняты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожароопасной обстановкой, шла речь на заседании Краевой комиссии ПЧС. Глава города-курорта Сергей Сергеев сообщил, какие меры в настоящее время принимаются в Анапе. У нас создана и функционирует муниципальная пожарная охрана, которая дислоцируется на пожарно-спасательных постах в Путаре Рассвет и в поселке Винарад. Для взаимодействия с добровольными народными пожарными командами дополнительно имеется 5 пожарных мотопомп, 45 пожарных ранцевых огнетушителей РП-18, Ермак, 900 метров пожарных рукавов, 80 хлопуш. Мы на сегодняшний день дополнительный конкурс проводим по закупке оборудования для ранцевых огнетушителей, для того, чтобы обеспечить им ими сельские округа. Есть у нас условия для забора воды. Также Сергей Сергеев рассказал, что на землях сельхозназначение выполнено опашка общей протяженностью 132 километра. На заседаниях административной комиссии составлено 84 протокола за нарушение противопожарных мероприятий. На территории Анапы действует четырехуровневая система оповещения об угрозе ЧАЭС с охватом населения 100%. Управление гражданской обороны и защита населения предупреждает жителей и гостей Анапы неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности, не разжигайте костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Также категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. В Анапе во Всероссийском детском центре смена с 5 по 25 сентября проходят ежегодные президентские состязания. Более двух тысяч школьников из 85 регионов России демонстрируют свое мастерство в спортивном многоборье, эстафетном беге, творческом и теоретическом конкурсах, а также в дополнительных соревновательных программах – бадминтоне, баскетболе, дартсе, настольном теннисе, плавании и шахматах. И за дня в день участники президентских состязаний стараются преодолеть новые вершины и доказать, что именно они являются самыми спортивными, ловкими и быстрыми. Спортивное многоборье среди сельских класс команд в смене продолжается. Чтобы сделать много отжиманий, надо очень усердно тренироваться и не сдаваться до конца силой. Главное, что ты делаешь и не боишься. Для меня это самое главное. Тут очень тепло и жарко, а у нас сейчас на родине дожди идут, как будто мы сбежали от дождей. Самый лучший результат отжиманий среди девочек всех класс команд составляет 118 раз. Помимо отжиманий, мальчишки и девчонки соревновались в прыжках в длину, проходили тест на гибкость и подтягивались. У меня 11 подтягиваний. Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы три месяца готовились. Два раза в неделю мы так готовились, чтобы победить. Бороться, не сдаваться и побеждать! 2 метра 72 сантиметра. Таков лучший результат прыжков в длину на данный момент показал участник состязаний. Но окончательные выводы пока делать рано, ведь у спортсменов еще есть время побить рекорд. Чтобы спортсмену справляться с этими нагрузками, он не думает об этом, думает, что все получится. Он верит в себя. Спортивное многоборье – один из важнейших этапов президентских состязаний. Поэтому участники с нетерпением ждут окончательных результатов. Мы лучшие! Мы победим! Кроме спортивных и творческих состязаний для ребят, организована интересная встреча с известными людьми, достигшими успехов в своей профессии. Так, герой России, космонавт-испытатель и руководитель российского движения «Школьников» Сергей Рязанский провел длительную встречу с участниками, во время которой рассказал об особенностях своей нелегкой профессии и ответил на все интересующие ребят вопросы. Как стать настоящим космонавтом? Что они едят? Чем живут? И как переносят разлуку с родными во время длительного полета? Об этом и многом другом сменовцы узнали в ходе открытого урока с Сергеем Рязанским, героем Российской Федерации, космонавтом и руководителем российского движения «Школьников». Для участников состязаний также был организован показ ролика о полете Сергея Николаевича. Мне очень приятно видеть такого человека, который много добился в своей жизни, потому что, ну, в принципе, мне было удивительно, что он сказал, что он никогда не думал, что станет космонавтом. Мне понравился очень фильм, очень хотелось узнать, ну, как все в космосе, узнать, что вот, как все там летает. Соглашение между Всероссийским детским центром «Смена» и Российским движением «Школьников» подписали директор Евгений Нижнев и руководитель движения Сергей Рязанский. Теперь центр станет одной из площадок для реализации проектов «Школьников». После такой встречи и такой презентации, что все ребята захотели бы стать космонавтами. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин